Привет, друзья! Ну там я ещё не оживил до конца. Оживлю, видите, мечтался, размечтался, мечтатель, такая тишина в голове, безмятежность. Вы уже знаете, что шкала стресса такая. Здесь мятеж, шторм – это 10, здесь 10 делений, и здесь штиль – 0, безмятежность. Безмятежность, когда такое состояние, там самоидентификация происходит. Вы это всё знаете, но посмотрите теперь, как интересно. До этого додумался, это же с ума сойти, никто до этого не додумался. Посмотрите. Значит так. Я говорил о том, что есть пошаговая школа. Степ-бай-степ. Ну, у нас метод принципа отбора путём перебора, развивает творчество мышления, креативность ума и так далее. Теперь я говорил ещё о чём. Я говорил о том, что религии, например. Ну там, те, которые основывали религии, они были в состоянии, когда видели мир широко, понимали все закономерности, чувствовали. А те, которые транслировали, транслировали, вылучивали смысл. И оставались религии, ритуалы, обряды, заповеди, чего нельзя делать. Ну, это пошаговая школа, да? Пошаговая. Поэтому до человека доходит только форма, буква, без сути смысла. Любовь, человечность, сопереживание, созидание, созидание вместе. Человеческие качества, о которых говорили основатели религии, великие учителя. Ну, вот смотрите, ещё что интересно. Берём йогу. Йогу берём. Это, значит, королева пос. Подмосана. Человек сидит, нога за ногу, он тоже пошаговая это осваивает. Правда? Там тренируется дыханием, тренируются ноги складывать, тренируется корпус держать ровно, да, чтобы свина была прямая, и идёт шаг за шагом. И также транслирует школы йоги. Правильно? А что бывает в результате, в результате, когда человек достиг этого самого, ну, чёткого положения, ноги складывает? Безмятежность. То самое же состояние безмятежности. Потому что, когда человек изначально в стрессе, вот у него шторм, у него суета мысли, у него эгоизм. Потому что ему в этот момент ни до чего, у него инстинкты самосохранения. По мере того, как на шкале стресса снижается нервное напряжение, он уже может реагировать, видит мир. А когда он выходит на безмятежность, на ноль, ему всё пофигу. Там происходит такое состояние, когда суета мысли сменяется безмятежностью. Что в религии, что в йоге, пошаговая система. Да. И когда он остаётся в состоянии вот этого созерцания, когда у него сознание широко, всеобъемлющее, там бесконечность, безвремени. Да. И вот посмотрите, как интересно, да? Пошаговые системы везде. А у нас как? Метод ключ. Сразу путём перебора, подбирая синхронизирующие твоему текущему состоянию действия, сам процесс перебора расширяет креативность мозга, активирует поисковую активность, которая во всех делах тебе помогает. Ну и выходишь ты на это состояние безмятежности, без вот этой пошаговости, сразу, быстро, в любом положении тела. И оказывается, это нормальное человеческое состояние, между основным и божеством, тоже возникает нулевое состояние, нейтральное состояние, штиль. Когда всё пофигу, когда ты становился от этих постоянных реакций на все воздействия и поставил смартфон на зарядку. И там ты восстанавливаешься, и ты созерцаешь мир, и вся картина мира целостная, потому что ты сам целостен. И там ты лучше понимаешь, кто ты, чего ты хочешь, чего ты хочешь достичь. Да, и настраиваешься на эти достижения. То есть ты по существу там становишься человеком. Да. Теперь понятно, да? Как это всё просто, друзья. И как это самая высокая ценность, общечеловеческая ценность, быть человеком, которая достигается именно, когда ты не задействован. А когда ты остаёшься самим собой, ну для этого же там и делается и медитация, и упражнения йогов, и дыхательные гимнастики, и цигуны, и методы бутейка, и методы стрельниковой. Да. И вот есть две школы. Пошаговая, да, и принцип подбора путём перебора. Школы по ключу. Ключ-метод – это метод к человечности. Потому что именно в этом состоянии, как в подмассане, как в исполнении всех обрядов, как в чтении Корана или молитв, ты выходишь на самую себя, и это и есть самое ценное, самая ценная общечеловеческая ценность, чтобы быть человеком. Потому что ты там и становишься человеком. Да, друзья. Потому что там вместо вот этого реагирования, как спастись, когда у тебя стресс, когда суета мысли, когда у тебя 10, шторм, то здесь у тебя открывается и внутренняя аптека, эндорфин, и тебе хорошо, безмятежно. И тогда ты понимаешь, и ты готов дарить, любить. Всех любишь тогда. Всё человечество. До встречи, друзья.